Долго задерживать не буду, поэтому представлю нашего сегодняшнего спикера Севолод Белоусов, профессор РАН, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства ФМБА, член научного комитета на национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Давайте его поприветствуем. Спасибо за представление и спасибо, что позвали прочитать сегодня лекцию. Соответственно, лекция будет про нейротехнологии. И почему я считаю, что такая лекция в целом полезна? Потому что нейротехнология – это такое понятие, вокруг которого существует очень много всего хайпового. То есть периодически в новостях оно мелькает, периодически Илон Маск возникает, который вживляет какие-то чипы в мозг. Но что это за чипы, никто не понимает, зачем тоже. Ну и в общем, какая-то такая уже мистификация, теория заговора и так далее. А на самом деле нейротехнология – это довольно обширная область, знание, которое распространяет себя на очень многие и научные, и медицинские применения. Я попытаюсь сейчас за это время как-то дать понять, что это такое, чтобы возникла у вас более полная картина, что это для чего, куда это идет. Ну и потом попробуем какие-то вопросы осветить. Как они меняют и медицину, и науку, и так далее. Значит, я представляю Федеральный Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России. Ну, что такое Федеральное медико-биологическое агентство, кто-то знает, кто-то нет. Это на самом деле структура, которая исторически возникла, когда атомный проект возник, атомный проект возник, возникла радиационная медицина, и возникло вообще, в принципе, понимание, что такие вещи, как лучевое поражение и так далее, мы не знаем ни про молекулярные механизмы его, ни про то, как это лечить, и надо целую медицину выстраивать вокруг этого. Потом возникла космическая медицина, когда в космос мы полетели. Позже присоединилась медицина спортивных достижений. И это все Федеральное медико-биологическое агентство. Ну, и из этого понятно, что фактически в агентстве довольно, помимо чисто медицины, довольно много науки исторически. И наш центр, он сравнительно новый, ему пять лет исполнилось в этом году, и он тоже научно-клинический. И, собственно, быть центром федерального уровня по лечению и изучению заболеваний нервной системы. То есть неврология, нейрохирургия, нейрореабилитация и все, что с этим связано. Ну, то есть такой достаточно крупный центр. И мы в нем, собственно, занимаемся как раз в том числе разработкой и применением нейротехнологий. И многое из того, о чем речь сегодня пойдет, оно на самом деле разработано нами в той или иной степени. Либо применяется, либо в нашем центре, либо в агентстве, либо в наших каких-то партнерских организациях. Соответственно, начну я как бы двигаться с молекулярного, да, и дальше буду на более какие-то высокие уровни клеточные, там, организменные переходить. Вообще, что такое нейротехнологии, да, если вот просто само понятие как бы ввести, это технологии, которые позволяют нам либо считывать информацию с нервной системы и отдельных ее компонентов. Будь это, там, молекулы, клетки, ансамбли клеток, какие-то органы, там, центральная нервная система, периферическая. Либо в обратную сторону влиять как-то на их функционирование, функционирование посылая туда какие-то сигналы тем или иным образом, да. Вот. И начну я с синтетических нейротехнологий. Значит, здесь слово синтез, это не имеет отношения прямого к химическому синтезу, да, когда мы сварили какое-то лекарство и, значит, доставили. Здесь синтез понятие используется в философском смысле, когда мы на самом деле объединяем какие-то вещи, которые раньше не существовали вместе и получаем некую материю нового качества. Ну вот, классическим примером являются, например, биосенсоры, которые мы как, в общем, для изучения нервной системы, так и для изучения любых других органов, тканей, клеток довольно широко используем. Соответственно, здесь вот вы видите такой пример биосенсора. Кто-то, может быть, слышал, существуют флуоресцентные белки, то есть светящиеся белки, которые фактически вы на них светите каким-то лазером или какой-то лампой, значит, и они в ответ высвечивают другую длину волны. Ну, то есть классическое явление флуоресценции. И, соответственно, биосенсор, ну, и есть белки, просто такие белки есть в кораллах, такие белки есть в медузах во многих, такие белки есть в разных рычках, там, планктона и так далее. В общем, много какие виды имеют такие белки. Зачем, никто не знает, но они могут светиться, если на них посветить там ультрафиолетом, например, или каким-то синим светом и так далее. Значит, и вот, чтобы создать биосенсор, мы берем такой флуоресцентный белок и неким таким хитрым образом биоинженерным соединяем его с другим белком, который вот здесь на картинке называется сенсорный белок. И этот сенсорный белок, он умеет что-то чувствовать. У нас таких белков полно. То есть вот наш организм, он, в нем существует куча белков самых разных. Есть структурные, есть ферменты, а есть белки, которые сенсоры. Они фактически измеряют параметры. И вот у вас, например, в клетке растет АТФ, например, или снижается. И фактически у нас в клетках есть белки, которые отслеживают, как бы у нас много АТФ или мало. И в зависимости, если его, например, много, они как-то сигналят, чтобы горшочек не вари, а если мало, то они пытаются разогнать метаболизм. И не только у нас есть такие белки, они есть у бактерий. И у бактерий их вообще полно. Потому что если у нас есть отдельные еще сенсорные системы, мы высокодифференцированные организмы, то бактерия – это одноклеточный организм. У нее все те же метаболиты, все те же параметры, но ей надо все одной клеткой мерить. И поэтому бактериальные клетки просто набиты вот такими сенсорными белками. И мы научились в какой-то момент, довольно давно, в 2005 или 2006 уже, не помню, статья вышла про первый биосенсор, который мы сделали метаболический на пероксид водорода. Вот как раз картинки, которые там крутятся, это вот клетки, в которых в них повышается уровень пероксид водорода. Это псевдоцвета раскрашены, и вот биосенсор начинает интенсивнее светиться. А внизу там картинки – это макрофаги, которые, соответственно, поглощают клетку дрожжей, и у них в ответ тоже пероксид водорода повышается. И вот таких, на самом деле, сенсоров, их сейчас довольно много. Их, на самом деле, сотни разных, включая плохих, которыми особо пользоваться нельзя, просто которые ученые сделали, статью опубликовали, но никто этим не пользуется, потому что реально использовать невозможно. И есть несколько десятков очень хороших, которые уже вовсю используются во всем мире, вот в том числе наши сенсоры на активные формы кислорода и так далее. И как можно их использовать, на самом деле, в нейроисследованиях? Как пример, например, можно использовать их для изучения метаболизма в моделях, например, вот как здесь, ишемического инсульта. То есть здесь вот показано, что вот есть мышь. Нам надо придумать лекарство от ишемического инсульта. Но для того, чтобы его придумать, нам надо как-то вообще понять, а как у нас в инсульте, какие молекулярные процессы происходят в мозге при инсульте. И мы можем, на самом деле, что сделать? Мы можем в определенные координаты мозга, стереотаксисом, вот как в нейрохирургии это выглядит, иголкой по координатам заколоть терапевтический вирус, который принесет туда ген биосенсора. Этот вирус заражает клетки, значит, клетки начинают экспрессировать этот биосенсор. И мы туда же по координатам, по этим же имплантируем оптические волокна, которые позволяют считывать этот сигнал биосенсора. И дальше у нас, собственно, это мышь или крыса, она живет, соответственно, у нее за пару недель эти клетки начинают светиться в глубине мозга. И там же у нас оптоволокна имплантированы, соответственно, которые могут этот сигнал снимать. И дальше, вот видите, там есть такая схема, вот это срез мозга с красными точками. Это вот те координаты, в которые мы закололи вирус, туда же имплантировали волокна. И, соответственно, у нас вот есть зона, где потом инсульт происходит, есть зона соседняя, а есть вообще полушария, которая условно здоровая, где инсульта нет. И мы можем одновременно с нескольких точек мозга снимать сигнал. Вот. И, соответственно, дальше мы моделируем инсульт, то есть это хирургическая операция, когда средняя мозговая артерия перекрывается, то есть мы имитируем тромбоз, мы имитируем ситуацию, когда у нас тромб улетел и на час-полтора закрыл кровоток в этом месте. И, соответственно, дальше реперфузия, как будто мы тромб растворили, соответственно, или экстрагировали. И у нас идет реперфузия, которая тоже иногда не подарок, да, то есть которая иногда само по себе реперфузионное поражение может вызывать. И дальше, собственно, вот эти кривые, которые вы видите, они показывают, как в разных отделах мозга, например, PH себя ведет. Да, вот красная линия – это эпицентр инсульта, мы видим, что PH там падает, причем он так хорошо падает, там, на единицу вполне, да. То есть идет ацидоз, закисление, клетки пытаются на гликолиз переключиться, когда у них кислород отобрали. Вот. Есть вот это синее, это здоровое полушарие, которое не затронуто инсультом, как бы, да. А есть вот эта интересная область, которая фактически, ну, мы открыли, как бы, мы не знали, как бы, про эти волны никто не знал, что вот в этой зоне, которая на периферии инсульта возникают волны PH, как бы, да, и от их интенсивности очень сильно зависит судьба вообще животного. Мы знаем, что если, соответственно, эти волны сильные, то животное, на самом деле, скорее всего, не выживет там, в долгую, как бы, да, и фактически мы сейчас пытаемся найти молекулярные механизмы, что это за волны, да, с тем, чтобы их попытаться блокировать, и вообще этот ацидоз, как бы, попытаться с ним бороться. И, в общем, этих сенсоров много, как я уже сказал, они могут использоваться в разных моделях заболеваний, самых разных и так далее. Вот, идем дальше по синтетическим нейротехнологиям, значит, следующее, это уже про управление клетками, как бы, если то было про считывание сигналов, то здесь уже про управление. Есть такая технология, которая называется оптогенетика, за нее точно дадут Нобелевскую премию рано или поздно, потому что с ее помощью удалось открыть огромное количество, значит, процессов каких-то, как, значит, нейротехнологии. Что это такое? Значит, вот есть водоросли одноклеточные, которые умеют, они фотосинтетические, они плавают там где-то в луже или в воде или в море, и, собственно, им надо понимать, сколько света, как бы, да, они же фотосинтезом живут. Поэтому им, когда нету света, плохо, когда слишком много света тоже плохо, они вот ищут оптимум. И за этот оптимум ответственны фоторецепторы. Это такие ионные каналы, которые кодируют вот эти, которые фактически, значит, срабатывают в ответ на освещение светом и деполяризуют мембрану этой водоросли. И она куда-то там обучается плыть туда или сюда. Так вот, если взять эти, значит, фоторецепторы из водоросли, ген просто взять, и этот ген переместить в нейрон, то и нейрон станет светочувствительным. Он наработает себя этих рецепторов, и они, соответственно, будут сидеть на мембране теперь уже нейрона, мыши или там другого экспериментального объекта. Вот эта вот мышь, которая на правом, это какая-то из Википедии мышь, соответственно, которая у нее в моторной коре экспрессируется, значит, вот этот фоторецептор, каналородопсид называется. И мы видим, что у нее тоже имплантировано оптоволокно. Но когда свет включается, она начинает, значит, против часовой стрелки крутиться. Свет выключается, она, значит, замирает и к мышиной жизни своей обычной, значит, возвращается. И вот так вот это выглядит. То есть есть, собственно, клеточные мембраны, и в них начинают экспрессироваться вот такие рецепторы. Их много. Одни позволяют, вот как этот синенький, например, в середине, они позволяют активировать нейрон, потому что у нейрона есть некий потенциал на мембране. И когда мы светим на этот канал, значит, у нас, грубо говоря, дырка открывается в мембране. И вот положительно заряженные ионы, да, протоны, калий, натрий, кальций, они начинают идти внутрь и деполяризуют мембрану. Это приводит к тому, что нейрон срабатывает и, собственно, дальше следующему нейрону сигналит. А можно, например, использовать хлоридные каналы, вот как вот этот красненький, вот здесь сверху, да, хлоридный канал, он, если открывается, он пропускает хлор внутрь. То есть минус загоняется внутрь, и тогда мембраны гиперполяризуются. И тогда такой нейрон, наоборот, затыкается, замолкает, и он перестает работать. То есть пока свет включен, нейрон не работает. То есть мы уже умеем, получается, с помощью света и включать нейроны, и выключать нейроны. А можно, наоборот, чтобы нейрон как бы не работал, выкачивать положительный заряд изнутри наружу. Это вот делают такие, например, протонные помпы, которые с помощью АТФ просто выкачивают протон. И тоже, значит, получается, у нас накапливается минус как бы внутри, плюс снаружи, и нейрон перестает работать. И вот эта вот совокупность таких молекулярных инструментов, она позволила очень много понять, какие нейрональные контуры в разных совершенно животных, в мышах, в дрозофиле, в мушке, в рыбке, зебрафиш. Собственно, понять, как функционируют какие-то контуры нейрональные, ответственные за поведение, за размножение, за как формируется какая-то память, каким путем она идет, как стирается память, если нам надо ее стереть. В общем, огромное количество работ. Но когда вообще эта технология появилась, все сказали, о, классно, мы сейчас, значит, вот у нас есть болезнь Паркинсона, у нас там не срабатывают нормально нейроны дофаминергические в черной субстанции. Мы сейчас, значит, туда эти апсины, мы туда оптоволокно, и начнем, значит, светить, и у нас пациент начнет выздоравливать. Однако этого пока не произошло. Мышь может быть как бы и да, а пациент нет, почему я чуть позже об этом скажу. Но такие одно применение уже вошло в клинику, ну, на этапе клинических исследований единственное, да, то есть это пока не то, что уже такая терапия, которая ОМС, как говорится. Это фотопротезирование сетчатки. Значит, вот у нас глаз есть, и у него есть слой фоточувствительных нейронов, который называется, значит, вот сетчатка. Она состоит из нескольких слоев клеток. Значит, первый слой – это, собственно, вот эти палочки-колбочки, которые фактически и есть фоточувствительные нейроны. Это нейроны, они очень высоко дифференцированы, у них мембрана набита, значит, светочувствительными же белками там и GPCR-ами, да, рецепторами светочувствительными. И вот они, значит, улавливают свет очень-очень эффективно. Дальше они передают этот сигнал, ну, то есть вот они как бы деполяризуются и передают сигнал следующему слою клеток – биполярные клетки, как бы, да. А те, в свою очередь, следующему слою, которые называются ганглионарные. Вот они уже не светочувствительные, биполярные, ганглионарные, они просто как бы передают сигнал, дальше сводят его в нерв и уводят в мозг. Вот такая цепочка. И дальше у нас есть целый спектр заболеваний – дегенерация сетчатки, где дегенерируют, на самом деле, клетки-фоторецепторы. То есть вот этот первый слой, как бы, фоточувствительный, он исчезает. Остаются только биполярные и ганглионарные. Так вот, в какой-то момент, когда появилась оптогенетика, ученые сказали, о, классно, а давайте мы, значит, что сделаем? Мы вот эти оставшиеся в живых биполярные и ганглионарные клетки, мы в них, значит, доставим каналородопсин и сделаем их фоточувствительными. И тем самым мы вылечим человека от слепоты, от дегенерации сетчатки. Там, да, пигментный ретинит или макулярная дистрофия, да. И действительно получилось, значит, но отчасти лишь, да. То есть вот я сейчас покажу сначала, как это получилось на мыши. Вот мышь с таким заболеванием. Ей в глазное яблоко закололи аденоассоцированный вирус, который кодирует вот этот белок из растений, значит. Вот эта мышь в водном лабиринте. Выход подсвечен. Но, видно, эта мышь слепая, она ничего не видит. И она не может найти вот этот вот подсвеченный выход. И рандомно тыкается во все коридоры. А вот леченая мышь такая же, которой закололи, соответственно, этот вирус. Она довольно бодро находит, соответственно, этот коридор. Иногда вот так тыц, промахивается, но все равно потом, значит, плывет куда надо. И, фактически, уже, наверное, года три назад был опубликован результаты первого клинического исследования, по-моему, на восьми пациентов в Швейцарии, значит, которым аналогичная терапия была применена. Значит, вот вы видите, собственно, одного из этих пациентов. Вот что мы можем здесь видеть? Во-первых, он сидит перед белым столом, на котором стоит черный стаканчик такой. То есть, фактически, ну, максимально контрастное изображение. Потому что он, конечно, не видит, как мы с вами. Он видит какие-то паттерны, светотени. То есть, это такое очень-очень базовое зрение. Потом у него надеты очки, которые, их смысл, вот, похожий на очки в VR. Там есть камера, которая собирает все фотоны, ну, вот, все, что летит, как говорится, в камеру, оно собирает и дальше конвертирует это в зеленый свет. То есть, пациенту в глаза светят зеленым светом. Почему? Потому что вот тот апсин, который они применили здесь, по-моему, Кримс он называется, он срабатывает на зеленый свет. То есть, нам надо, на самом деле, тут нет речи ни о каком цветном зрении, нам хоть какие-то фотоны, значит, увидеть. И поэтому, собственно, вот оно срабатывает у этого пациента на зеленый. Ну, он, я думаю, видит монохром. Не спрашивал его, как бы, да, но если когда-нибудь встречу, спрошу. Вот. И более того, на него надета шапочка ЭЭГ. И вот видно, что здесь таким затылочные вот эти три электрода, да, выделенные, вот эти вот, да. Это электроды позиционированы напротив зрительной коры. То есть, экспериментаторы хотят, чтобы не просто человек сказал, да, я что-то вижу, как бы, да. А они видят, что у него потенциалы генерятся, соответственно, в зрительной коре. Что это не он себе придумал, а действительно, они поставили стаканчик, и у него, раз, значит, сигналы ЭЭГ, значит, это как-то отражают. Вот. Ну, и, соответственно, почему же эта история не пошла дальше, вот, ну, например, в мозг, как бы, да. Да, потому что вообще эти апсины имеют ряд недостатков, там, низкая проницаемость их, как бы, ну, то есть, дырку открываем, мало ионов течет. Надо поэтому много каналов, сильно светить. Вот. Вот это все ведет к фототоксичности и так далее. И главное, это ответ иммунной системы. То есть, мы все понимаем, что если мы чужеродный белок, например, белок из водорослей, помещаем в человеческий организм, то иммунная система говорит, опа, как бы, это не наш белок. Надо, как бы, эти клетки, которые его экспрессируют, элиминировать. Вот. И поэтому в какой-то момент мы стали разрабатывать альтернативную технологию, вот, сейчас за нее уже довольно много народу взялось, которая, собственно, базируется на открытии вот этих двух джентльменов, которые в 21-м году получили, значит, Нобелевскую премию за открытие рецепторов температуры и прикосновения. И вот фактически начали мы с того, что в свое время нам, значит, левый господин Дэвид Джулиус прислал вот этот самый рецептор, который он открыл. Значит, что это за рецепторы? Вот есть такое явление, тепловая чувствительность. У всех животных есть тепловая чувствительность. Мы трогаем теплое, горячее, у нас в сенсорных нейронах срабатывают, значит, термочувствительные каналы. Вот те были светочувствительные, а у нас есть еще термочувствительные. Холодное мы трогаем, то же самое, термочувствительные каналы. И вот, ну, например, есть змеи, ямкоголовые, щитомордники, гремучие змеи. У них на носу есть такой орган, называется ямка, фактически это тепловизор. Там густо-густо иннервирован нейронами термочувствительными. И поэтому эта змея может в темноте на расстоянии видеть теплую мышь. Или вот эта летучая мышь-вампир, у нее нос такой расплющенный, тоже густо-густо иннервирован термочувствительными нейронами. Они экспрессируют вот эти терморецепторы. И поэтому, значит, эта летучая мышь в ночи может с дерева увидеть корову, как бы, да, прилететь к ней и присосаться. Вот. А, значит, правая картинка, это то, как Рене Декарт, который вообще был довольно хорошо, как бы, понимал, как бы, анатомию, он, в общем, представлял себе, как устроена тепловая чувствительность у человека. Вот этот зачем-то несчастный юноша, может быть, засунул ногу в костер, как бы, да, и вот у него этот сигнал, вот у него нерв, который идет по ноге, дальше в спиной мозг, дальше в головной, который у него довольно маленьким здесь изображен. Вот. И фактически это именно то, как у нас термочувствительность и устроена тепловая. Значит, что отвечает за эту тепловую чувствительность? Вот такие белки, которые называются семейства TRP. И, значит, она и сенсоры температуры. Есть те, которые чувствуют горячее, и каждый из них, то есть вот у нас их много, и каждый из них чувствует какую-то свою температуру. Вот. Есть, которые теплое что-то чувствуют, есть те, которые чувствуют холодное. По какой-то прихоти эволюции каждый из них имеет растительный алкалоид, который его тоже может открывать, этот канал, и он срабатывает. Например, капсаицин, вещество в остром перце, оно приводит к срабатыванию терморецепторов. Поэтому, когда мы едим что-то острое, мы чувствуем, как будто это, ну, как бы острое это в русском языке, да, на самом деле, ну, как бы ход, ход. Мы чувствуем, как будто там горит, как бы, да. Почему? Потому что у нас эти терморецепторы сработали. Или если мы, например, что-то с ментолом употребляем, как бы, да, то у нас ментол из мяты, как бы, из других родственных растений, это химический активатор холодовых рецепторов. Поэтому нам кажется, что что-то холодное мы едим. А когда мы пьем горячий чай с ментолом, да, с мятой, то вообще немножко нервная система не понимает. Смешанные чувства это называется, как бы, да, с одной стороны оно горячее, с другой оно холодное. Вот. Соответственно, и вот в свое время мы взяли такие каналы сначала из змей, и их начали экспрессировать в нейронах, вот этот нейрон мыши. И видно, что вот здесь вот каждая красная вот такая полосочка, это, собственно, импульс инфракрасного лазера. То есть здесь круто что, что мы уходим от видимого света, да, то есть у нас ИК-излучение гораздо лучше в ткань проникает. Оно не фототоксично, да, потому что фактически греем мы воду, а не какие-то пигменты, которые там фототоксический ответ могут рождать там и так далее. И вот видно, что на каждый такой разряд у нас нейрон генерит потенциал действия. Вот это черные вот эти линии, вот эта черная гребеночка, это фактически каждое, это срабатывание нейрона. И вот мы видим, если мы развертку такую делаем, мы видим, что каждый импульс инфракрасного лазера, значит, кодирует потенциал действия. То есть это то, что как бы потенциал действия, это вот фактически волна, которая активности электрической нейрона. То есть фактически срабатывание нейрона. Вот. И сейчас мы находимся на стадии, когда мы уже с человеческими, то есть это была змея сначала, а сейчас мы решили, что у нас же есть у человека свои человеческие нейроны. И вот здесь есть мышь, которая уже экспрессирует вот это H-TRPV, H это human, да, то есть это человеческий терморецептор в мозге мыши, в зоне, которая ответственна за инициацию и начало движения. И мы видим, что когда мы прокрасный лазер, который имплантирован, значит, через оптоволокно включаем, эта мышь начинает, соответственно, бегать с очень большой скоростью. Это самое гуманное видео, потому что иногда они разгоняются так, что затормозить не могут, как бы, да, но мы стараемся не допускать такого, как бы, да. То есть ни одной мыши не пострадало в результате эксперимента. Но главное, что фактически, что говорят эти эксперименты, что мы можем управлять активностью мозга с помощью человеческих терморецепторов. А это значит, что если мы теперь такие терморецепторы уже, вот, дальше у нас человек с болезнью Паркинсона или с эпилепсией, и мы, соответственно, у него экспрессируем такой ионный канал, такой терморецептор, и им как-то управляем, мы, собственно, получаем отсутствие иммунного ответа, потому что мы работаем с человеческим белком. Мы просто переставляем его из сенсорных нейронов в центральные нейроны, например. Вот, то есть это уже технология, которая, она, ну, на таком, на хорошем пути в клинику. То есть мы сейчас просто переходим к доклиническим исследованиям по ряду нозологий таких вот, ну, собственно, как я назвал, да, то есть эпилепсия, это болезнь Паркинсона и так далее. Вот, ну, и есть еще ряд таких технологий, не буду останавливаться, а главное, что, вот вы поняли, наверное, что, ну, как бы здесь, в этом месте природа, она как лего, да, то есть мы можем одну детальку отковырнуть в одном месте, переставить ее в другое, как бы, да, и получить некую новую функцию, значит, у этого объекта. Вот, значит, дальше идем чуть, значит, я сейчас контролирую, да, время, ну, собственно, дальше идем на более высокие уровни. Они существуют из нейротехнологий, из того, что уже более-менее используются, значит, это генотерапевтические препараты, клеточные, ну, и различные иммунные, иммунологические препараты, которые так или иначе могут, значит, заболевания нервной системы корректировать, да, то есть, вот, например, генотерапевтические препараты, когда у нас есть поломанный ген, который дает нам какой-то фенотип неврологический, там, например, спинальная мышечная атрофия, там, младенцы, с которых там движения все там нарушены, да, и вообще, как бы, ну, им плохо в целом, как бы, да, и в основном все это реализуется именно в нервной системе спинного мозга, а, соответственно, свинка, в которой мы в острый период, фактически, при декомпрессии вводим ей препарат со стволовыми клетками и потом начинаем, значит, вот эту нейростимуляцию применять, переобучать ее ходить, у нее этот процесс идет хорошо. Сам по себе препарат не работает, нейростимуляция сама по себе, работает, но гораздо хуже, а в комбинации они, на самом деле, приводят, это, это, на самом деле, сколько тут у нас получается 90 дней, 90, ну, здесь 60, то есть уже там два месяца после травм по человеческим меркам для реабилитации спинальников это очень мало, они уже научаются, значит, они могут уже какие-то движения ногами осуществлять. Значит, дальше еще что расскажу про клетки, это то, что с клетками, с этими стволовыми можно делать много для науки в том числе, например, нам хочется поизучать, ну, вот есть же куча болезней нервной системы, какие-то из них генетические, с понятной природой, как бы, да, какие-то генетические, с непонятной природой, или вообще мы не знаем, почему то-то или иное, как бы, случается у пациента то или иное заболевание. И мы что можем сделать? Нам бы, конечно, мозг хочется, кусочек мозга, как бы, да, но человек не мышь, мы не можем у него взять кусочек мозга просто так. Зато мы можем взять кусочек кожи маленький, выделить оттуда фибробласты, дальше перепрограммировать их в стволовые клетки, и из этих стволовых клеток различными молекулярными коктейлями сделать нейроны. И эти нейроны, мало того, что они будут, как бы, делаться, они еще и будут сами сворачиваться в такие вот трехмерные красивые, значит, нейроорганоиды. И каждый такой шарик, это такой мозг в миниатюре, в нем есть, на самом деле, нейроны возбуждающие, нейроны тормозные, глиальные клетки. В принципе, при определенных подходах можно сделать даже микрососудистые какие-то, микрососудистые русла, да. И, соответственно, мы можем такие микромозги выращивать, исследовать их электрическую активность, исследовать их, как бы, ну, фенотип. И пытаться, собственно, понять, а что-то с ними не так, или все с ними в порядке. Если не так, то, может быть, чем-то попытаться исправлять те, как бы, вещи, которые мы увидели. Да хотя бы на транскриптом отдать, понять, что в них, как говорится, какие гены в них экспрессируются, и что с ними не так. И здесь возникает вопрос, на самом деле, когда мы говорим про нейроорганоиды, а можно ли вообще, например, вырастить кусок мозга взамен утраченного. Вот у человека инсульт, или черепно-мозговая травма, или нейрохирургическая операция, при которой у него кусок мозга вынули, а дальше что? Ну, вынули, а обратно ничего не положили, только, значит, ну, вот заполнили место специальным материалом. А функция утрачена. Вот, и можем ли мы сделать, вот, вырастить, собственно, кусок мозга вот таким путем, и его обратно, значит, ставить. В принципе, трансплантация органоидов и их интеграция с мозгом уже продемонстрирована. То есть, вот есть уже прямо не одна статья, вот здесь вот трансплантация органоидов написана, да? Когда взяли органоид, причем это человеческие органоиды, значит, присадили их в мозг мыши, и мы знаем, что они, мало того, что там живут, они, значит, начинают аксоны формировать, дендриты, они образуют функциональные связи с той зоной коры, которая, собственно, ну, вот они в самоценсорной коре, которая вот усики там чувствуют, там, движение, или в зрительной коре, они там отлично приживаются, и если вы туда электроды какие-то воткнете, значит, для измерения активности, вы увидите, что вы предъявляете мыши визуальный стимул, или усики ее там, тын-тын, значит, шерите, и в этих человеческих нейронах, в органоиде, значит, потенциалы возникают. То есть, они функционально связаны. Но вопрос, как бы, в чем здесь технологическая сложность? Дело в том, что вот в таком органоиде, когда мы его вырастили, в нем все нейроны, ну, клубок, это некий клубок нейронов с совершенно случайной коннективностью. А у нас в мозге, на самом деле, все нейроны очень упорядочены слоями. У них аксоны туда, дендриты сюда, как бы, да, слой за слоем. Они знают, кто с кем должен установить связи и так далее. И нам надо фактически как-то приближаться к этому, создавая не нейроорганоиды, а создавая то, что мы называем ткани инженерными конструктами. То есть, как-то задавать какую-то архитектуру, хотя бы приблизительно уметь, потому что иначе, когда мы вставим просто кусок нейронов, как бы, из нейронов клубок куда-то пациенту, то кроме эпилепсии это ничего не вызовет. Значит, какие здесь подходы разрабатываются? Ну, во-первых, это биопечать, когда мы можем фактически клетки поместить в определенные, значит, скафолды, и, ну, то есть гель, ну, условно говоря, в гель. Такой гель поместить в струйный принтер, да, который мы называем биопринтер, по сути, это как бы эксклюзионный струйный принтер, и печатать какую-то конструкцию с заданной архитектурой. Вот, и, в принципе, у нас она в неком простейшем случае, вот как вот этот алле-принтер наш, вот, сфотографирован, наверное, как раз. А может, с сайта взяли, значит, ну, мы вот его активно используем довольно в центре мозга. Вот, в Миссисе здесь есть куча биопринтеров, которые на других принципах построены, вот, а есть на таких же. А второй, и можно как-то пробовать печатать, что у вас в одном слое одни клетки, в другом другие, и дальше они формируют какие-то градиенты веществ, которые сигналят, что ты расти сюда, а ты расти сюда, и мы, значит, встретимся. А есть другой способ, это, например, делать направленные скафолды. То есть это некие волокна, на которых умеют расти клетки. То есть клетки воспринимают их как некую матрицу для себя, как бы, да, они начинают на них расти, но так как волокна направленные, и клетки на них вырастают направленные. И вот здесь вот видно как раз с зеленым флуоресцентным белком вот на таком матриксе покрашены клетки, вот видно, что они как бы все ориентированы вдоль волокон. То есть такими волокнами можно, в принципе, задавая архитектуру волокон, да, можно задавать архитектуру нейронов, которые на них растут. То есть это все как бы сейчас, ну, скажем так, это даже еще не в доклинических исследованиях, это как бы скорее биоинженерная наука, но она явно идет как бы в правильном направлении, и рано или поздно мы научимся что-то с этим делать. Значит, следующая технология, которая очень такая, ну, она уже используется в клинике, которую стоит, значит, про нее рассказать, это фокусированный ультразвук. Мы не только свет можем фокусировать, мы можем еще звук фокусировать и ультразвук. Можно по-разному это сделать, через акустическую линзу, или исходно ультразвуковой трансдюсер делать, не плоский, а как бы изогнутой формы. А можно там много-много-много трансдюсеров, как бы маленьких, сориентировать в одну точку, и они туда сфокусируют, значит, ультразвук. Что там происходит? Значит, два типа эффектов. Термический, то есть можно разогреть, как бы любую точку, на глубине причем, да, то есть это уже не инфракрасный лазер, который там на несколько миллиметров вглубь, а это на самом деле 15 сантиметров вглубь мозга, значит, и вы там создаете либо очаг нагрева, либо вы создаете очаг, ну, скажем так, механическое действие ультразвука, да, то есть ультразвук у вас там производит какие-то механические, соответственно, действия. Значит, как это уже сейчас используется в нейрохирургии, в том числе в нашем центре, это, значит, мы надеваем на пациента такую шапочку, там 1024 трансдюсера, вот так вот она выглядит, стереотактически крепится, и пациент уезжает в МРТ. И в МРТ выбирается, соответственно, зона, субталамическое ядро. У пациента болезнь Паркинсона и ассоциированный с ней тремор, то есть он, на самом деле, инвалидизирован глубоко, он не может сам ни есть, ни пить самостоятельно и так далее. И вот его, соответственно, помещают в МРТ, невролог, значит, проверяет тремор, значит, ребята прицеливаются ему в ВИМ-ядро, а дальше, собственно, включается ультразвук. Здесь пациент в сознании без анестезии просто, значит, уезжает в МРТ, и ультразвук ему одно ядро, значит, это, оно маленькое такое, условно говоря, миллиметр на миллиметр, значит, оно у него уничтожается. И вот что получается, значит, это вот прямо перед операцией, тест, видно, что вот тест рисования спирали, он не может ее нарисовать по естественным причинам, а это вот сразу после операции, причем сразу, это сразу. Вот он встал со стола, как бы, да, ему положили, соответственно, вот этот лист, и он его, собственно, ну, то есть он вернулся мгновенно к нормальной жизни. Это очень крутая, на самом деле, технология, и она такая, ну, звучит как волшебство. Хирургия без разрезов, без анестезии, без ничего. И мы сейчас, на самом деле, начинаем потихоньку, ну, то есть довольно широко, у нас уже много пациентов с паркинсоническим тремором, с эссенциальным тремором, но мы также научились лечить спастические определенные нарушения, и эпилепсию тоже вот первого пациента с эпилепсией удалось этим методом пролечить. Будем надеяться, что он, соответственно, ну, уйдет в устойчивую ремиссию. Значит, но здесь это вот большой хирургический аппарат, да, вот такой, который, ну, то есть с МРТ совместимый. А хочется же, на самом деле, носить какие-то носимые устройства, да, для фокусированного ультразвука. И вот буквально сейчас припринт на биоархиве появился, где вот можно видеть, какого размера ультразвуковой трансдюсер, да, то есть его можно просто к черепу приставить, да, и это, правда, не для термических эффектов, а для механических, когда иногда нужно открыть, например, гематоэнцефалический барьер человека в какой-то точке, чтобы туда лекарства впустить, вот, и можно периодически просто такой закрепленный, компактный ультразвуковой датчик, значит, активировать. И на 24 часа у человека будет открыт гематоэнцефалический барьер, и какое-то лекарство, которое в кровь вводится, оно так через барьер не проходит, а с ультразвуком оно проходит. В общем, это целый куст, на самом деле, технологий сейчас, который используется для нейромодуляции, для деструкции или для активации нервной системы. В общем, короче, это крутейшая вещь на самом деле. Вот, ну, я как бы даже не буду здесь сильно останавливаться на виртуальной дополненной реальности. Принцип какой? То есть это тоже, в общем, в нейротехнологиях используется. У вас есть, например, пациент, у которого, ну, например, инсульт. У него при инсульте, например, утратила подвижность рука. И, соответственно, он, наша задача, значит, в клинике переобучить соседние области мозга пользоваться этой рукой. Но процесс, как бы, не всегда эффективен, да, то есть вот человек, например, ему инструктор ЛФК говорит, вот давай, там, бери стакан или бутылку, как бы, да, он пытается, да, то есть ему надо научиться вот это вот намерение мозга в моторный сигнал, как бы, да, а у него не получается. Он расстраивается, и, в общем, ну, пока у него начнет получаться много времени, там, психологи должны с ними работать, давай, давай, там, и так далее. А можно, на самом деле, сделать как? Можно ему, соответственно, надеть VR-очки, регистрировать у него просто неинвазивным нейроинтерфейсом, как бы, вот это намерение двинуть рукой, и в VR, в виртуальной реальности, у него получается. То есть у него вот это намерение в реальной реальности не реализуется пока что, а в виртуальной реализуется. И этого достаточно, чтобы у него в мозгу начала формироваться вот эта петля положительной обратной связи. А она, когда уже есть, остальное мы можем надстраивать. То есть с него уже сняли очки, говорят, давай, возьми, значит, стакан. И он раз, и уже у него что-то лучше двигается. А можно еще присоединить, вот как здесь на правой картинке, да, роботизированное устройство, которое будет еще и помогать двигать реально этой рукой. То есть мозг будет получать от руки сигнал обратный. И рука-то у этого пациента здорова, вообще говоря, а у него мозг как бы заболел, а рука у него вполне здорова. И она двигается, она посылает в мозг обратную связь, что да, я двигаюсь как бы. То есть вот сочетание вот такого VR с роботом, соответственно, оно позволяет этого пациента довольно эффективно, значит, лечить. Есть, значит, что еще? Есть целая куча технологий разных нейростимуляций, которые раньше у нас назывались там физиотерапия. Сейчас это называется область электроцептика. То есть фактически электростимуляция блуждающего нерва, транскрениальная магнитная стимуляция, транскрениальная электростимуляция. Это все такие, ну, сравнительно мягкие методики, которые позволяют, значит, с помощью стимуляции, ну, вот, например, блуждающий нерв там, да, или вообще бывает там механостимуляция, или вот вы знаете все, акупунктура, да, там, да. Что такое акупунктура? Это стимуляция болевых рецепторов или стимуляция механорецепторов. То есть вы периферические нейроны стимулируете, и через это вы, собственно, стимулируете головной мозг, либо вообще, ну, фактически у нас нервная система, она интегрирует весь организм. И получается, что управляя нервной системой, стимулируя ее где-то, вы можете, в общем-то, на весь организм оказывать воздействие. И в традиционной медицине, там, китайской какой-нибудь, да, где вот эти все иглоукалывания и так далее, было некое эмпирическое знание, куда надо что там втыкать, чтобы отпустило, там, чтобы голова перестала болеть, или чтобы эпилептоидную активность пациента там, значит, прекратить и так далее. Потом, когда Бигфарма пришла, как бы, с дорогими таблетками, эта область вся маргинализовалась. И сказала, это все не научная, это все не доказательная медицина, что, в общем, действительно правда, это не доказательная медицина. Но это все было вытеснено. Но сейчас с появлением, там, каких-то больших данных, с появлением, там, ну, вообще больших ресурсов в биомеде, эта область сейчас обратно вернулась, да, то есть мы теперь уже не просто стимулируем, там, блуждающий нерв, или не просто, там, стимулируем периферические какие-то болевые рецепторы, а мы еще и можем отследить, что в мозге происходит, померить это, мы можем какую-то нормальную статистику собрать и фактически вернуть это все в доказательную медицину. Сейчас вот фотостимуляция, например, мерцающим светом красным, да, 40 Гц, по-моему, оказалось, что довольно хорошо при болезни Альцгеймера замедляет прогрессию, значит, ну, замедляет прогрессию, да, то есть запускает в мозге какие-то процессы, там, репаративные, да, не лечит, но замедляет существенно. Вот кто 20 лет назад или 30, да, кто бы сказал, что, ну, а давайте полечим мерцающим красным светом, а какие, а какой пигмент за это ответственность, а что там, это все какая-то ненаучная какая-то фигня, да, вот, а сейчас это все, в общем, возвращается, ну, говорят, что раз оно работает, надо использовать, а параллельно изучать, почему оно работает, ну, и, в принципе, все это довольно активно используется. Значит, очень мощная вещь – это биологическая обратная связь. Вот если говорить про нейротехнологии, которые в клинике используются, и это тоже вот отечественная разработка, мы сейчас ее адаптируем под разные нозологии, под разные заболевания. Значит, что она с собой, что такое биологическая обратная связь? Вот у вас есть, например, ритмы мозга или пульс, вот пульс, вот вы берете пульсоксиметр, значит, надеваете на палец, и вот он меряет ваш пульс. И вы можете, как бы, вывести этот пульс в некую диаграмму на экране компьютера. И вы можете, вот прямо для вас, у вас пульсоксиметр, он на компьютер заведен, и там, например, столбик там, пульс ускоряется, столбик растет, пульс, значит, замедляется, столбик падает. И ваша задача, значит, сделать так, чтобы столбик упал. Вы концентрируетесь, вы пытаетесь ввести себя в состояние, что столбик, как бы, снижается. То есть, а столбик завязан на ваш пульс. И тем самым вы научаетесь вводить себя в состояние, как бы, когда вы замедляете себе пульс. Или, например, вот здесь, вот это устройство нейроплей, да, это полосочка с шестью ЭЭГ электродами, просто шесть ЭЭГ электродов, которые вот так вот надеваются на голову, и, соответственно, единственная их задача, это померить, какой ритм мозга, ну, компьютерная программа пересчитывает это в ритм, вот, какой ритм мозга, вот, вы знаете, там есть альфа-ритм, бета, то есть, там, гамма, там, ну, в общем, тета-ритм, в общем, они все по частоте и интенсивности отличаются, но главное что, что каждый ритм, он отвечает за определенное состояние мозга. То есть, там, альфа-ритмы, там, глубокое расслабление, там, дельта, там, ну, условно говоря, там, концентрация, да, то есть, ну, все ритмы, то есть, когда мы концентрируемся, один ритм, когда расслабляемся, другой. И вот это вот устройство, оно меряет этот ритм и выводит на экран компьютера в виде чего угодно, игровой сценарий может быть. Вот вам надо, например, расслабиться, расслабить пациента, да, или себя самого. Вы надеваете эту штуку, и вот у вас, значит, на экране машинка на дороге стоит, и она начинает ехать только если вы стабилизируете себе альфа-ритм, там, например, или вообще расслабляетесь. Она раз, поехала. Как только вы напряглись, значит, она начинает замедляться или останавливаться. Или там цветок раскрывается только если вы, наоборот, там, сосредотачиваетесь, да, то есть, вы вводите себя в состояние, как бы, концентрации. И начинает ехать, соответственно, машинка или там цветочек. То есть, можно любой ритм под любой сценарий адаптировать. Что вам нравится? Вот. Можно под видео сценарий, а можно под аудио. Например, у вас есть мелодия, и на нее накладывается шум. И если вы себе альфа-ритм, как бы, стабилизируете и расслабляетесь, шум пропадает, а мелодия становится более четкая. В общем, масса сценариев каких. И эта штука очень мощная, она работает. Она фактически позволяет пациенту научиться своим состоянием, состоянием своего мозга владеть. Мы это используем вот в нашей клинике, значит, для того, чтобы как раз вводить в бодрое состояние сознание, например, там, людей, которых надо сейчас там пореабилитировать. Или наоборот, если человек в стрессе, потому что у него не получается что-то, мы его реабилитируем, что-то он не получается глотать. Или, например, говорить, или ходить. Его надо, наоборот, как бы расслаблять, чтобы он успокаивался и так далее. Потом с Минобороны, на самом деле, мы адаптировали его для применения. Ну, то есть у многих там солдат, да, то есть у них тоже там после каких-то ранений, травм и так далее, вот, у них, соответственно, стрессовые расстройства. Ну, это вообще массовая история, да, и вот, собственно, департамент психологической работы, Минобороны, они как бы пытаются, значит, личный состав возвращать к нормальной жизни, значит, путем вот этого всего. То есть фактически очень мощная технология, которую мы сейчас постепенно двигаем в массы. И вот сейчас как раз создается сеть центров когнитивного здоровья, где как раз, ну, по всей стране более-менее вот этот БОС, биологическая обратная связь, будет активно использоваться с целью, ну, фактически, как бы стабилизации когнитивных функций. Значит, ну, и как раз вот напоследок уже я подхожу к концу, это вот то самое нейропротезирование. Стоит упомянуть, вот вы уже понимаете, что это как одна только из огромного числа технологий. Это когда мы фактически считываем сигналы с мозга. Это можно делать либо неинвазивными интерфейсами, по сути, это ЭЭГ, просто ЭЭГ-шапочка, которые, или ЭЭГ-электроды, которые крепятся и считывают сигналы. Надо понимать, что они здесь считывают сигналы с очень больших популяций нейронов, да, то есть фактически с областей мозга целых. То есть это какая-то такая активность, очень, такая, как бы, ну, с достаточно плохим разрешением. Но, тем не менее, оно работает. Есть вот у нас Александр Яковлевич Каплан, который на этой основе создал устройство нейрочат, который мы тоже в реабилитации у нас в клинике используем активно. То есть это все, как бы, работает достаточно хорошо. Либо мы можем сделать инвазивный интерфейс. Это вот то, что небезызвестный нам, значит, нейромаск и нейролинк, значит, его компания делает. Это фактически внедрение в мозг уже напрямую электродов. И, соответственно, раз мы уже в мозг внедрили, они там тоненькие, и они с гораздо более очерченных популяций мозга, как бы, да, снимают сигнал. Это, может быть, не единичные нейроны, но это небольшие группы нейронов. И фактически у нас разрешение этого всего растет очень здорово. Но есть проблема, ну, во-первых, инвазивности, то есть должна быть хорошая нейрохирургия, как бы, да, и, соответственно, есть еще другая проблема. На настоящий момент существующие электроды, они все твердые. То есть они бывают гибкие, а бывают негибкие. Вот у Илона Маска там, они, например, сейчас в нейролинке гибкие, но они все равно твердые. А когда у нас в мозг попадает что-то твердое, мозг — это мягкая ткань, а твердое там воспринимается как что-то чужеродное. У нас вообще организм очень хорошо биомеханику свою внутреннюю видит. И если у нас в мозге появляется что-то твердое, то вся эволюция нам говорит, что это как бы чужеродное тело, и надо как-то его попытаться изолировать от всего, как говорится, органа остального. И поэтому постепенно это все зарастает. Гли, как бы, да, и все как-то инкапсулируется. И поэтому, ладно бы этот интерфейс был стимулирующим. Только немножко побольше дали, он все равно стимулирует. Но он считывающий. А для считывающих интерфейсов это принципиально, чтобы был максимально прямой контакт с нейронами. И поэтому здесь, собственно, разрабатывается много таких сейчас подходов, в том числе и в России. И вот, кстати, в Миссиси, да, вот одна ветка из деятельности Павла Мусиенко, например, она в Миссиси расположена. Это создание, собственно, мягкой биоэлектроники. То есть, фактически, те же электроды, но они делаются мягкими, растяжимыми. Значит, фактически, их механика должна максимально быть приближенной к механике ткани мозга. Или там спинного мозга. Вот для спинного мозга это еще... Мозг же он подвижный, да, то есть каждый удар сердца вызывает небольшие колебания как бы мозговой ткани. А если мы говорим про спиной мозг, где тоже надо все стимулировать, там вот нейростимуляция при спинальных травмах, при болевом синдроме, мы вот повернулись вот так или нагнулись, и у нас спинной мозг там изогнулся. И у нас электрод, если он жесткий, он сместился как бы. И мы его там обучали как-то, да, а потом он сместился, и все уже позиционировано относительно других нейронов. Вот. А мягкий, он, соответственно, крутится-вертится вместе со спинным мозгом, вот, или пульсирует вместе с головным. Вот. Дальше очень большая тема, как бы, на которую тоже отдельные лекции можно тратить, это нейропротезы, когда, собственно, мы сейчас как раз вот с компанией Моторика консорциум образовали для того, чтобы делать и имплантировать уже пациентам, ставить, значит, нейропротезы с сочувствлением. То есть нормальный протез, он просто протез, который что-то, значит, может иногда даже делать, да, то есть фактически человек даже может им иногда управлять, чтобы какие-то движения что-то захватить, там поставить, переместить. Но у этого пациента нету фидбэка, нету обратной связи от протеза. И сейчас, собственно, наша задача как раз делать такие протезы с обратной связью и уже их сшивать напрямую с нервной системой человека, чтобы датчики, например, механические, как бы, да, там, тензорные датчики, чтобы они сигналили от протеза в нервную систему. И человек действительно начинает такой протез воспринимать как собственную конечность, как бы, да. Вот. И таких протезов, на самом деле, это протезы есть конечности, есть протезы органов чувств, там, это кахлеарные импланты и так далее. То есть сейчас зрительные импланты люди пытаются делать, иногда сшивают с периферии, иногда сшивают напрямую с головным мозгом, да, то есть ставят матрицу, и матрица напрямую стимулирует, например, головной мозг. То есть это целая область, в общем, такая, то есть это вот то, что так или иначе нейроимплантация и нейростимуляция. Вот. Значит, ну и что у нас в России вообще, как бы, да. У нас в России вот это вот на самом деле неполный довольно-таки перечень организаций, да, которые только вокруг нашего кластера. Вот у нас в ФМБА существует кластер мозг и нейротехнологии, это некие там шесть ведущих институтов, которые работают в этом направлении, и центр мозга как головное учреждение. Но на самом деле у нас есть вокруг довольно уже хорошая большая инфраструктура, и фактически, ну, более-менее все такие важные компетенции, они начинают уже быть закрытыми, да, то есть у нас есть там институты РАН и университеты, где какой-то ресерч ведется, да, там и МГУ, и второй МЕД, и, соответственно, и так далее. Есть любые животные модели, да, то есть и мыши, и крысы, и свинки, и все, что, в общем, угодно, да. Вот, есть высокотехнологичные компании типа вот Лифт-центра, российского квантового центра, которые тоже многие компетенции по и биоэлектронике, и по микроэлектронике, и по сенсорике закрывают, как бы, да. Есть, что интересно, индустриальные партнеры, то есть в виде Росатома и Ростеха, которые просто иногда заказывают какие-то, ну, они, наверное, не заказывают нам сейчас там какой-то нейроинтерфейс сделать, но отечественное там реабилитационное оборудование с биологической обратной связью, там, или с VR, с айтрекингом, они уже заказывают, и мы просто разрабатываем, как бы, это, и оно уже там ставится на производство, и где-то начинает производиться. Вот. То есть, в принципе, как бы, оно все есть, учиться тоже есть, где есть, на самом деле. У нас во втором МЕДе есть магистратура, которая просто называется медицинские нейротехнологии. Вот сейчас второй набор как раз пошел, вот собеседуются сейчас студенты, которые туда пришли. Вот, первый уже учится. В МИСИСе есть по биоинженерии магистратура тоже замечательная. Вот. В Скалтехе что-то есть на эту тему, потом нейромагистратура есть в Сириусе. То есть, фактически, ну, постепенно-постепенно, как бы, начинает эта поляна заполняться. Она чем интересна? Тем, что она дико междисциплинарная. То есть, здесь вот вы уже поняли, что здесь это вот не просто биология, нейробиология. Выделили нейроны, что-то там посмотрели в микроскоп. Здесь и IT, и материаловедение, и химия, и физика, и математика, и бог знает еще что. И поэтому, фактически, любой, как бы, человек, практически, с любыми компетенциями, если ему нейротехнологии интересны, он себя там найдет. Как бы, да, поэтому, чего я, собственно, вам и желаю, да, тем, кому эта тема интересна. Ну, и у меня все. Я почти что уложился. Ну, не совсем, ладно. Отличная лекция. Очень приятно, я должен признаться, когда во время лекции вспоминают, в том числе, тех людей, которые у нас чуть раньше выступали, потому что про моторику у нас буквально месяц назад выступал специалист. Вот, Александр Яковлевич Каплан постоянно выступает с той или иной периодичностью. Вот, про нейроинтерфейс как раз с Александром Яковлевичем уже много раз, в том числе, рассказывал. Можно это все найти на канале Курилки Кутенберга. Давайте теперь перейдем к вопросам. Поднимайте руки, я к вам подойду. Вот, желательно задавать один вопрос, а не целую череду. И желательно его формулировать покороче, чтобы не растягивать время. Как думаете, отталкиваясь от нынешних технологий, есть возможность создания искусственного глаза? Ну, в принципе, наверное, скорее, да. Да, в каком смысле, да, потому что сейчас уже один из вариантов зрительных протезов – это фактически фотоэлектрическая матрица, которая крепится на сетчатку. И вот то, что я показывал как генотерапевтический вариант, как бы, да, а там это фактически физическая матрица. Она, соответственно, на дегенерировавшую сетчатку имплантируется и переводит, собственно, фотоны, как бы, в электрический ток. И стимулирует, как бы, ну, стимулирует вот эту, там, оставшуюся в живых нервную систему. Вопрос, можно ли целиком, как бы, глазное яблоко, значит, и дальше в нерв. Скорее, здесь сложность пока что с пространственным разрешением микрохирургии. Потому что если мы хотим иметь какую-то матрицу и потом с нервом срастить, нерв, он все-таки тонкий, туда уже собран сигнал. И как, как бы, мы его не разберем на части, как бы, да. Но если такой, например, глаз мы научимся подключать напрямую к зрительной коре, да, то, в общем, можно. Но сейчас тоже такие опыты делают, вот сенсор тех, они делают, они камеры, у них камера, которая, значит, просто, это не искусственный глаз, а это просто внешняя камера, ну, типа очков, как бы, такое устройство, вот, которая, значит, посылает сигнал в чип, который имплантирован в кору. Он немножко по-другому все видит там, да, но тем не менее. В общем, скорее да, то есть так, в будущем, я думаю, что да, скорее можно. Спасибо за лекцию. И, наверное, немножко провокационный вопрос про нейроорганоиды. Вы сами сказали, что до идеального ткани инженерного конструкта еще далеко, поэтому как вы вообще отличаете органоиды от сфероидов? Ну, слушайте, это просто куча терминов, которые мы вообще в лабе называем их мозгоиды, как бы, да, для простоты. И это термин, который просто одно и то же описывается разными терминами. Одни говорят органоид, другие сфероид. Ну, если он сферический, то сфероид. Если, значит, какой-нибудь там напечатанный, то органоид. На самом деле разницы никакой пока что нет, да. То есть это такая тонкая терминология, в общем. Мозгоиды. Пусть будут. Здравствуйте, благодарю за лекцию. У меня вопрос про звуковую терапию. Это очень интересно. Сколько длится эффект после? То есть вы говорите, что хотите сделать это более стабильным, но сколько длится первичный эффект и через какое время нужно повторение? Вы имеете в виду звуковую терапию какую? Я скорее рассказывал про биологическую обратную связь со звуковым фидбэком, но в целом на самом деле звукотерапия и музыкотерапия, она тоже существует. Эффекты обычно достигаются сериями. То есть вы пациента приводите, это в общем для любой практически такой фототерапии или стимуляции. И за несколько сеансов у него какой-то устойчивый эффект достигается. Ну я имела в виду, когда вот в аппарате МРТ, да, я так полагаю? А, ультразвук, звуковая терапия. Все, ультразвук. Все. Ультразвук, сколько длится эффект? Ну, при эссенциальном треморе он практически длится всегда потом. При паркинсоническом треморе, так как паркинсон – это прогрессирующее заболевание, некоторые пациенты в устойчивой ремиссии, некоторые через год у них постепенно начинают возвращаться симптомы. И, соответственно, ну вот сейчас у нас двухлетнее наблюдение, да, там половина пациентов наших уже паркинсонщиков, которые, они в устойчивой ремиссии, половине требуется со временем повторная операция, например, на второй стороне. Ее пока осторожно делают, да, потому что бы моторную координацию совсем не разрушить. Ну, а в мире и у нас там отдельные эксперименты уже с двухсторонним, как бы, фокусированным ультразвуком. Вот. Ну, то есть это добавляет, скажем так, несколько лет продуктивной достаточной жизни, как минимум, да, ну, если брать моторные симптомы. Здравствуйте, спасибо за лекцию. А у меня такой вопрос. Вы рассказывали про 3D-принтинг, и у меня вопрос такой, как ученые понимают, какой длины должны быть волокна для выращивания нейронов, для того, чтобы, например, подсадить потом вот этот органоид в черную субстанцию? Или это еще непонятно пока? Ну, как, понимаете, вообще, как бы, если вы хотите что-то понять, как бы, как вам сделать, посмотрите, как природа сделала, да, то есть фактически чем та система, которую мы делаем, больше будет напоминать, что реально происходит где-то там в мозгу, да, ну, тем лучше. Какой длины, ну, условно говоря, наверное, там, какой толщины волокна или матрикс. Все сейчас пытаются эти матриксы делать максимально похожими на то, что существует в той ткани, которую хотят применять. Они же из биополимеров делаются, да, это какие-то полимеры, которые очень похожи по структуре. Ну, некоторые вообще, например, на коллагене делаются. Коллаген – это уж куда уж дальше, как говорится, биополимер, да, какие-то производные гиалуроновой кислоты. То есть это то, что и так наш внеклеточный матрикс составляет. Или какие-то комбинации их. Или же, наоборот, что-то, что будет рассасываться постепенно и замещаться уже, ну, биологическим натуральным матриксом. Ну, какой длины, ну, зависит это. Какая дырка, как говорится, в голове такой длины. А клинические испытания в России есть вот по лечению? Нет, еще нигде нет пока. Еще нигде нет. Сейчас вот на животных, собственно, эксперименты в активной фазе проводятся. Здравствуйте. Тоже я прям в продолжении так получилось. Очень интересно. Ведь мозг у нас, когда теряет какую-то часть, у него развиваются компенсаторные функции. И получается, что когда… Вот это вопрос на самом деле. Что когда мы туда вставляем вот эту сетку, которая начинает нейронами заново зарастать, вот та компенсаторная функция, которая могла бы быть, а она перестает действовать? Ну, этого никто не знает, потому что когда на пациентах сделаем, тогда и узнаем. Ну, на мыши тоже. Ну, мышь, как бы, мышь сложно спросить иногда. В принципе, с мышью сейчас пока что вот это вот на том этапе, который я показывал, что пока функциональная коннективность, то есть пока про мышь известно, что эти нейроны образуют сеть с теми… Передают. Да, то есть хост-графт как бы… Функционал исполняет, передает нервный импульс. Да. Пока что еще вот, собственно, заместительной терапии еще не сделали. Это как раз один из вопросов, который мы с нашими учеными, которые делают у нас нейроорганоиды, мы, собственно, пытаемся сейчас добежать до такого эксперимента, когда мы не просто его вживляем, а мы, соответственно, делаем хирургическую резекцию маленького участка, например, самотосенсорной коры, и чувствительность самотосенсорная теряется с одной стороны, например. И мы, вставляя туда органоид, например, научаем эту мышь обратно… Ну, собственно, она приобретает ее. То есть это вот уже заместительная терапия. Если это получится, дальше это откроет дорогу уже для остальных таких экспериментов. Я ведь правильно понимаю, что мысль замещать те большие куски мозга, которые потеряны? Потому что еще раз, в маленьких есть компенсаторика полушарная. Иногда есть, иногда нет. Ну, то есть, как бы, какие-то функции, там, виски, речь, там, речь. Вот вообще не любят трогать нейрохирурги, когда режут висок, как бы, да, там картируется речевая кора, потому что там небольшие даже повреждения способны речь… Но там можно переобучиться речи. Ну, в принципе, да. В принципе, да. И второй вопрос маленький. Помните про мышь, который в голубой белок… Голубой огонек. Да, и голубой огонек. Насколько мышь, на которой воздействует светом, может все-таки регулировать свое действие? То есть, если вдруг мы ей… То есть, по указанию она бегает или все-таки… Да, да, мы ее включаем. Только по указанию. То есть, на самом деле, мы там зомби получили, благодаря голубому огоньку. Нет, она сама может, если мы светом… А, может? Нет, да. Просто если… Она обычная мышь и бегает, как обычная мышь. Пасется, там, гнездо вьет, ест, пьет, значит. Но если мы включаем синий свет, она начинает бегать. Вот еще раз. А если мы при этом голодной мыши положили кусочек сыра, она перестанет бегать и побежит за своим… Хороший вопрос. Если сильно светим, то нет. Ну, потому что это более сильная… Зомби. Спасибо большое. Но с термогенетикой у нас еще лучше зомби. То есть, она вообще несется со страшной силой и остановиться не может. Ой, зря я попросил. Ладно, давайте пойдем. Подскажите, пожалуйста, Вячеслав, а видите ли вы какие-то потенциальные, глобальные, негативные угрозы? Вот вообще развитие вот этих нейротехнологий вообще в науках. Ну, как, по-моему, Курт Ванегуд говорил, все, что ученые делают, все равно получится атомная бомба. Глобальные угрозы всегда существуют у любой технологии, и на это существует как раз регуляторика и этические какие-то нормы и так далее. Потому что остановить здесь прогресс как бы невозможно, важно просто пытаться регулировать его результаты. Вот, глобальные угрозы нейротехнологий, скорее это угрозы для пациентов, которые ими пользуются. Потому что на самом деле там нужно доказывать эффективность, нужно доказывать безопасность. Какие угрозы? Есть биохакеры, которые сами себе хотят чип воткнуть, как бы, да, и как с ними бороться, потому что они себя инвалидизируют, как бы, да. Да, и там в лучшем случае у него ничего не получится, в худшем у него септическое поражение мозга, потому что он сам себе, значит, сделал операцию какую-нибудь, да. Дальше глобальный риск для пациента в том, что мы ему имплантировали девайс, а дальше послезавтра компания разорилась и сказала, мы не поддерживаем больше девайс. Такие процеденты уже были. Значит, третий там тренд это то, что мы эту информацию передаем по какому-то протоколу между там частями интерфейса, мозг, компьютер и какие-то хакеры туда вторгаются. Не то, что они ваши мысли читают, до этого там далековато еще. А они просто могут отключить систему, если вас там, условно, ну это все равно, что отключить кардиостимулятор, как бы, да, ну вот, как бы, бум, упал. Поэтому системы защиты информации должны развиваться. Но вот таких глобальных угроз, ну, условно говоря, скорее, скорее пока что нет, чем да. Скорее больше пользы там, потому что есть какие-то… Это все равно все входит через медицину и кого-то, соответственно, может вылечить. Следующий вопрос. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, что является минимальной единицей воздействия при нейротехнологиях? Мы вот воздействуем на какой-то один нейрон или на 10 или на сколько, вот, чтобы получить какой-то результат? Ну, в современном сейчас исполнении это обычно группы нейронов или зоны мозга. Вот если мы говорим про инвазивные технологии, когда мы стимулируем, да, то мы либо, как в биологической обратной связи, мы работаем, можно сказать, с целым мозгом. При глубинной стимуляции мозга, когда мы при Паркинсоне вживляем электрод и начинаем стимулировать черную субстанцию, например, это, соответственно, мы стимулируем зону мозга какую-то небольшую. То есть в текущей парадигме это обычно все-таки стимуляция каких-то групп больших клеток или вообще больших зон мозга. Периферическая стимуляция тоже самое, у нас разрешение такое, ну, не одноклеточное. Вот, мы вот в нашей лаборатории, например, в лифт-центре, как бы, да, мы пытаемся сделать миниатюриз, как бы, супер-миниатюризированный нейроинтерфейс, где единицей воздействия будет синапс. То есть делать вот такие гибкие микроэлектродные матрицы, которые будут просто, там электроды будут сверхминиатюрные, и каждый из них будет формировать синапс с нейроном, с которым он контачит, да, то есть синаптические нейроинтерфейсы. Потому что, в конце концов, нейроны-то общаются между собой в основном на языке синаптических контактов, как бы, а не просто там поля какие-то, да. Поэтому, скажем так, все идет в миниатюризацию постепенно, да, но текущее состояние – это какие-то большие, так или иначе, области мозга. Здравствуйте. Да, можно? Спасибо большое за лекцию. Вы упоминали твердые электроды, и там была одна маленькая картинка гибких электродов. А из каких материалов эти гибкие электроды вообще делаются? Ну, есть ряд материалов, там тот же силикон, например, в качестве основы может выступать. Он не отторгается, силикон? Нет, нет, он, ну, как бы, нет, он достаточно инертный материал. А дорожки, соответственно, только проводящие могут делаться там из золота-платины, и они, соответственно, но это не просто проволочинки, как бы, да, а это такая, как бы, ну, скорее, больше похоже на форлягу, которая еще и превращена в такую гармошку, которая может гнуться и изгибаться. Либо это могут быть эти самые углеродные нанотрубки, да, то есть фактически из таких канатики, из углеродных нанотрубок могут быть. Спасибо за лекцию. У меня тоже вопрос есть. Могут ли нейротехнологии помочь с лечением асоциального поведения человека, преступного поведения, или с наркозависимостями? Да. Ну, вот биологическая обратная связь, на самом деле, одно из таких применений, фактически, достаточно активно используемых, это лечение, ну, на Западе, по крайней мере, да, точно, там, в какой-нибудь Китае, не знаю, к нам это, может быть, тоже придет, это, собственно, лечение, там, зависимости, в том числе, там, лекарственных, наркотических и так далее, потому что вы, фактически, пытаетесь с помощью биологической обратной связи, как бы, научить пациента вводить себя в состояние, когда у него вот нету вот этой, как бы, тяги, да, вот, то есть, да, скорее, скорее, да. Ну, здесь сложнее, потому что, как бы, с преступником мы хотим гарантии определенных, да, то есть мы хотим, чтобы, ну, уж точно не убивал, да, или там, если, если это насильник, ну, мы хотим, там, точно, там, химическую кастрацию, там, и вперед, да, вот, а, соответственно, здесь, когда речь идет о таких технологиях, как, там, та же биологическая обратная связь, там, все-таки, есть некий коридор возможностей, то есть человек, может, поможет, а может, не поможет, как бы, да, а как мы поймем, помогло, не помогло, он нам рассказал, да, мне, вот я прямо, у меня тяга убивать пропала, как бы, да, а потом вышла, она вернулась, как бы, да, вот, то есть здесь, я думаю, что, ну, в какой-то, как-то, не очень скорый момент это возможно, даже если мы сделаем ему нейроимплант, он же может его как-то инактивировать, да, да. Спасибо за лекцию, такой вопрос, вот, учитывают ли нейротехнологии, внедрение, вот, всяких биологических субстанций, белковых структур, синергичное, ну, или даже, правильно сказать, симбиозное воздействие с фармакологическими препаратами, повышающими нейротрофический фактор, увеличивающих нейропластичность, потому что, в любом случае, вот, те препараты, которые способствуют, да, вот этим вот изменениям, они исходят из, естественно, генетического кода человека и структуры формируются на основе внутренних данных, вот, то есть вот такое вот имеется симбиоз? Ну, есть попытки его создать, да, да, вот тот же, сегодня мы упоминали, да, Павло Мусиенко, который для спинальной реабилитации делает мягкие электроды, там, фактически, ну, там же у него реализована, там, в том числе, там, стратегия химатродов, да, когда, фактически, нейротрофические факторы можно через систему микрофлюидных каналов, да, в этот же чип подавать, то есть вы, как бы, в этой силиконовой матрице можете делать не только токопроводящие дорожки, да, но и микрофлюидную систему, которая будет дозировано подавать какие-то коктейли таких факторов, и, естественно, это тоже должно работать лучше, это даже уже известно, что, в принципе, это как-то улучшает, то есть, да, такая комбинированная терапия, это будет вполне себе, в будущем, да, она точно будет реализована. Спасибо. Добрый день. А можете как-то описать картину рыночную, насколько вот реалистично в России есть какие-то конкурентные преимущества по штабированию, внедрению, или там, ну, то есть медицина же здесь там, ну, своя специфика есть, да, то есть там известно, что в Штатах платная, супердорогая, в Канаде там недоступная, вроде как бесплатная, там, и так далее, ну, поэтому... Ну, в России есть, на самом деле, ну, достаточно, ну, на мой взгляд, хорошая ситуация в чем? Здесь, во-первых, очень сильная в целом IT, математика всякая, материаловедение, то есть вот эти смежные дисциплины, да, то есть у нас как таковая нейробиология, например, да, она гораздо хуже развита, чем все те смежные дисциплины, которые нужны, чтобы нейротехнологии создавать. Это раз. Второе, у нас уже есть хорошие стандартизованные и качественные виварии и животные, не все, но уже есть отдельные, ну, то есть как бы, где там зверье живет и чувствует, и качество ничем не хуже, чем где-то там в Америке или в Китае, как бы, да, но при этом у нас нету такой дикой регуляторики, вот фактически там сейчас, например, я много лет работал там в Германии параллельно с Россией, да, сейчас в Германии, например, вообще, ну и вообще в Европе, по большому счету, вообще невозможны практические эксперименты на животных, никакие, вот, то есть там это все постепенно загибается, то есть те группы, которые исторически работали с животными, они еще работают, а все остальные, вот если у вас там лаборатория в биомедицине, вы работаете, и вы работаете с клетками, например, животных в культуре, да, но вы думаете, о, надо мне теперь на животных что-то попробовать, никогда вам этого не сделать и даже не думаете, как бы, да, вот, Китай, там, ну, по-другому, там жесткие довольно регуляции, но там, по крайней мере, если это нужно, это можно делать, в России, в общем, то же самое, как бы, да, по крайней мере, в крупных центрах, сейчас хорошие качественные виварии, они и новые строятся и появляются, то есть фактически трансляционные, как бы, трансляционные исследования. Нет, ну, есть GLP-лаборатории какие-то, да, которые вам нужны для того, чтобы делать регламентную доклинику, они у нас тоже есть, чтобы, например, вывести продукт там в России, как бы, есть несколько GLP-лабораторий сертифицированных, а для того, чтобы делать научные исследования, вам нужны, как бы, виварии, которые, ну, в идеале, там, GLP тоже правила должны есть, быть, но они не должны иметь каких-то международных сертификатов и так далее, вот, и, значит, ну, это, вот, второе преимущество, то есть, ну, сейчас ряд ученых, как бы, ну, особенно, вот, до СВО, прям приезжали иностранные ученые из Европы, у меня был такой в РНИМУ мегагрантник, который, собственно, приезжал, потому что в России можно делать эксперименты на животных, как бы, более свободно, вот, то есть, вот, вот эта междисциплинарность, плюс возможность работы с животными, плюс, на самом деле, сейчас, как бы, не было, как бы, счастье да несчастье помогло, сейчас, в общем, наши верхние люди, они поняли, что технологическая независимость – это что-то, что, вообще говоря, важно, и поэтому сейчас очень большая, как бы, очень большой, в общем-то, как бы, даже не то, что денежный ресурс, а вообще очень много попыток именно вот эту технологическую повестку вернуть, а это значит, ну, сейчас, вот, я просто это чувствую там на себе, все группы, которые на международном уровне могут что-то делать, ну, вот, нету вообще недостатка ни в финансах, ни в инфраструктуре, вот, просто, вот, что вам нужно, чтобы, чтобы, там, новые препараты создавать, или хотя бы, там, импорта замещать, там, имеющиеся, что вам нужно, чтобы делать, там, нейротехнологии какие-то, особенно медицинские, вот, и начинают вдруг общаться между собой, там, индустриальные партнеры, там, с одной стороны, ученые с другой, то есть сейчас какое-то такое интересное в этом плане время, да, потому что страна чувствует потребность в своих технологиях. Насколько это сохранится, когда, как говорится, наступит мир, это мой самый, я давно говорил, что Россию спасут только санкции, как бы, да, вот, и сейчас, когда неизбежно, ну, рано или поздно, как бы, война закончится, как бы, да, мое главное опасение, что все вернется на круги своя, все опять скажут, ну, вот, у нас есть, там, Илон Маск, у нас есть Боинг и Эрбаз, там, зачем нам делать свой УЗИ-аппарат, мы лучше Филипс купим, ну, как и было, собственно, да, вот, потому что оно тоже было не случайно. Здравствуйте. У детей очень высокая нейропластичность по сравнению со взрослыми людьми. Есть ли какие-нибудь технологии или ведутся исследования в том русле, чтобы взрослому вернуть вот эту детскую нейропластичность, такую же высокую активность? Спасибо. Ну, там, там, боюсь, онкология потом какая-нибудь повылезает, потому что у детей еще и мозг формируется, и у них, соответственно, новые нейроны образуются и так далее, то есть, и как удержать, на самом деле, этот баланс между, как бы, вот этой пластичностью, когда, там, новые нейроны образуются, и, там, как этот процесс контролировать. Но, на самом деле, как раз в нейрореабилитации все построено с другой стороны, ровно на этом. Дело в том, что после инсульта или травмы зоны мозга вокруг, собственно, области повреждения, они приобретают вот это свойство пластичности. Может быть, не в той степени, как у детей, а может и в той, да, то есть, на самом деле, почему мы можем переобучать соседние зоны мозга, что вот именно нейропластичность вокруг травмы, то ли там какие-то медиаторы воспаления выбрасываются и начинают модулировать эту нишу вокруг себя. Но именно на этом, и именно поэтому существует терапевтическое окно, так называемое, при инсульте, реабилитации. Это, ну, год, до года. Вот считается, как бы, реабилитационный потенциал до года, а лучше до полугода, да, то есть, вот вокруг места травмы или инсульта, да, вот эта зона пластичности где-то полгода сохраняется. И если мы начали реабилитировать пациента не спустя два года после инсульта, а спустя, там, две недели или два месяца, шансы на выздоровление гораздо лучше, собственно, потому что вот эта нейропластичность, она там есть. Продолжение следует... Ну, это такое, он, как бы, вопрос такой риторический. У меня просто друг, как раз вот есть Руслан Юнусов, который сооснователь российского квантового центра, он как раз говорит, ну, что мы лечим, лечим, давайте вырастите мне еще один мозг куда-нибудь. Мы решили, что в живот его посадим, там место есть как бы, да, и будет еще один мозг дополнительно, который будет помогать что-то думать. Но на самом деле, ну, вот если так уж фантазировать, это вот, понятно, вопрос из области научной фантастики, но она обычно сбывается там через сто лет. Вот, нам даже не надо вглубь человека помещать, то есть если у нас есть хороший нейроинтерфейс, как бы, да, какой-то эффективный, то мы можем иметь его какой-то биореактор у нас там где-то в кармане или на столе, да, и он по Wi-Fi, значит, этот мозг соединяет с нашим или по Bluetooth, как бы, да, и, соответственно, он здесь думает, а мы какие-то действия, как бы, ну, в общем, да, отвлечение к улучшению, как раз, да. Хорошего. Раз-раз, о, все заработал. Ну, собственно, на этом вопрос давайте мы закончим. Если вдруг у кого-то остались, вот, то вы сможете подойти лично. Ну, почти что сможете, потому что мне сейчас надо... Уже убегать. Уже, да, у меня следующее мероприятие. Тогда вам нужно выбрать трех человек, ну, попытаться вспомнить три наиболее интересных вопроса, которым, авторам которых мы доверучим книжки. Ну, это сложная задача. Во-первых, все вопросы интересные, как бы, да, достаточно, и, ну, такие, ну, глубокие. Я точно, но я, как бы, может быть, несправедливо начну с конца. Вот, молодой человек, мне понравился вопрос про улучшение, как бы, функции вместо лечения. Ну, вот это получается, ему одна книжка идет, если он любит читать, в принципе, как бы. Если нет, отдайте кому-нибудь еще, как бы, да. Не, а что, вы смеетесь, а многие люди сейчас просто смотрят, там, ТикТок или Ютуб, и им читать особо, и, как бы, они не любят читать. А, ну, то есть, да. Вот, потом, не, ну, давайте так, как бы, чтобы я, вопросов было, там, 50, как бы, да. Значит, давайте, кто вопрос, кто задавал вопрос, поднимите руку. И давайте, вот, теперь, как бы, вы говорите, про что он был, просто вопрос про, там, кроликов, там, да, и опускаете руку. Ассоциативно. Да, а я вспомню, какой из них. Давайте снизу. Длину волокон, так. Мышь зомби. Так. Глаз. Так, поведение социальное, электроды. Молодой человек, про что у вас? А, единица воздействия. Молодая девушка. Вторая. Органоиды, сфероиды. Симбиоз фармакологии. Давайте, это будет, ну, например, нейропластичность, и это, 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 это будет симбиоз. Я попрошу... Выйти, тех, кого назвали, и вы получите свои книги. Спасибо.